Впервые проводим экскурсию по Некрополю, хотя вообще в других городах это одна из самых распространенных форм экскурсии. Не ожидав, Петербург как на работу по кладбищам ходит, осматривает, потому что Некрополе это возможность и узнать о людях знаменитых, известных, ушедших уже от нас, вспомнить. Но это еще и, собственно говоря, мемориальное городское место и своеобразное собрание произведений искусства, огромных памятников. И сегодня мы с вами на так называемом старом кладбище Сыктывкара. Старом, но не старейшем, потому что первое кладбище Сыктывкара еще у Сисольска было около Троицкого собора. Потом, когда Уссольск стал городом в 1780-м, его перенесли за город. Это известное вам место под названием Кируль. И вот Вознесенская Кирульская церковь была построена как кладбищенская именно. А в 1931 году то кладбище Кирульское закрыли. Но не просто закрыли, как часто бывает в других городах, когда кладбище уже негде хоронить. Там похоронено 25 тысяч у Сыктывкара примерно за 150 лет. А его снесли. То есть, и получилось, что сейчас это кладбище, а именно сюда вот в 1931 году было перенесено кладбище. Отведен участок леса абсолютно безлюдный. Ближайшие постройки в то время были где-то вот в районе... Даже еще перенесута-то не было, так что они были еще под горой, вот на Первомайской. Так что было довольно трудно добираться. Было приказано перенести сюда захоронение Сыктывкарского кладбища. В общем, я не знаю ни одного случая, кто бы перенес сюда своих родных. Так что кладбище начиналось с нуля. И вот она здесь уже, ну, почти 100 лет. Сейчас она считается закрытым, но захоронение производится. И за 100 лет, ну, почти за 100 лет, она, в общем-то, приняла, эта земля приняла многих очень известных людей, оставивших, ну, действительно незаурядный след в истории нашего и города, и республики. Вот такой сегодня главный пантеон, можно сказать, нашего города, в своей республике, пожалуй, тоже. Это вступительная часть, не более, потому что сегодня у нас основной проводник, экскурсовод Майя Ивановна Бурлыкина, профессор, доктор культурологии, заведующий или директор Майя Ивановна? Директор. Директор, извините, понизил звание. Директор Музея истории просвещения Коми-Края Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина. Так что дальше я умолкаю и предоставляю слово Майе Ивановне. Добрый день, наши дорогие друзья. Я очень волнуюсь, потому что я никогда для такого взрослого населения не проводила экскурсии. Обычно я сюда прихожу со студентами в рамках, так сказать, своих занятий. А студенты всегда спешат, всегда замерзают до синевы, поэтому мы очень быстро пробегаем вот эту центральную часть и никуда дальше практически не заходим. И поэтому мы сегодня пройдем по этому студенческому маршруту. И каждую экскурсию мы начинаем с этого захоронения. Калистрат Фололевич Жаков. И, конечно, все обращают внимание, насколько здесь интересный памятник. Пожалуй, он самый интересный на этом кладбище. И автор этого памятника Владислав Никонорыч Мамченко, скульптор, трижды лауреат Государственной премии, который вам известен по многим работам, в том числе и по комплексу памятников рядом на территории Вечного огня, если так можно выразиться. И здесь любопытно, что Жаков изображен в виде горельефа. Вот таких изображений на этом кладбище можно пересчитать по пальцам. На самом деле не больше, наверное, 20. Я не хочу сказать, что, конечно, я в доле поперек обошла это кладбище, но, тем не менее, вот такие красивые, интересные памятники, конечно, привлекают внимание, и это действительно редкость. Я не знаю, что рассказывать. Калистрат Фололевич Жаков, годы жизни, 1866-1926, родился он в Давпане, сейчас это территория Сыктывкара. И вы знаете, что в Давпане находится школа номер 24, которая носит имя Жакова. Там есть музей Жакова. Так получилось, что Жаков получил среднее образование в Тотиме, в Тотимско-учительской семинаре. Там, кстати, обучались очень многие известные наши будущие просветители. Затем решил получить высшее образование, поехал в Киев, в университет Святого Владимира. Ну, что-то там его, этот город не впечатлел. И он перебрался, ну, там у него, конечно, не такая прямая судьба, но тем не менее, если кратко, тезисно, а здесь много не поговоришь на кладбище, он оказался в Петербурге. И в Петербурге окончил университет. Сначала учился на физико-математическом факультете, а потом уже на историко-филологическом факультете. Остался там работать, преподавал на Черняевских курсах. А после организатора этих курсов, Черняева, он возглавил общеобразовательные курсы, преподавал в психоневрологическом институте. В 1910 году он стал профессором. Жаков сыграл огромную роль в судьбе Петерима Александровича Сорокина. В 1907 году Петерим Сорокин в Петербург поехал целенаправленно к Жакову. И Жаков, конечно, сыграл большую роль в его судьбе. Благодаря Жакову Петерим Сорокин стал учиться сначала тоже на Черняевских курсах, потом в психоневрологическом институте. А после того, как экстерном окончил гимназию в Великом Устюге, а классический университет без гимназического образования не принимали, он стал студентом Петербургского университета. Благодаря Жакову Сорокин познакомился с своей женой Еленой Петровной Боротылской. Именно в доме Калистрата Фололевича Жакова проводились так называемые музыкально-литературные салоны, куда приглашалась вся прогрессивная молодежь. Бывали и взрослые люди. И вот на один из таких вечеров, который, безусловно, посещал Петерим Сорокин, пришла и студентка Бестужевских курсов, где преподавала тогдашняя жена Жакова. Жаков четыре раза был женат. И таким образом молодые люди познакомились, встретились и в 1917 году поженились. А в 1922 году, как вы знаете, они эмигрировали вначале в Европу. Уже с 1924 года оба супруга жили в Америке. Сорокин преподавал сначала в Миннесотском университете, а затем в Гарвардском университете, где открыл кафедру социологии, факультет социологии и Центр социологических исследований. В 1963 году он написал книгу «Долгий путь» автобиографического, которая была переведена на русский язык. И сегодня хорошо известна всеми, кто интересуется творчеством Петерима Александровича Сорокина. Что касается Калистрата Хололейча Жакова, то последние годы жизни он провел в Риге, то есть при Балтике. И в Эстонии жил, преподавал в Тартовском университете, тогда это был Юрьевский университет. И в Риге в 1926 году умер. И он был ведь и писателем, замечательным педагогом, был и вождем философского течения лимитизма. Его настолько уважали его, как это, не коллеги, а те, кто... ...членники, ну как сказать... Ну, в общем, члены этого сообщества... Соратники. Да, может быть и слово соратники, но какой-то я другой вообще-то имела где-то вот тут подсознательно. Мы с вами вдвоем. Хорошо. И что решили даже построить мавзолей. Эта тема была очень популярна. Помните, в 1924 году умер Владимир Ильич Ленин, и вначале это был деревянный мавзолей, потом сделали вот такой из красного гранита. И, конечно, вот эта тема, идея витала в воздухе, но рижское правительство запретило его хоронить в мавзолее. И он был похоронен, как обычный человек, на рижском кладбище. Но я хочу сказать, что... На рижском, преображенском, старообрядческом кладбище. Пожалуйста. И я хочу сказать, что вот как-то в Прибалтике очень как бы популярно превращать кладбище в парки. И ведь многие даже горожане, ну, горожане-то, которые там живут с юности, с детства и так далее, они об этом знают. Но ведь очень многие приезжие даже не представляют, что они гуляют по старому кладбищу. И вот это кладбище стало постепенно разрушаться, прекратились там захоронения. И семья Жакова Калистрат Хлалевича обратилась к нашим деятелям культуры, в том числе Анатолию Константиновичу Микушеву, Адольф Иванович Торкин тоже переписывался с семьей, Владимир Николаевич Демин. Он там... Да, мы подойдем к захоронению тоже. И благодаря вот нашим ученым прах Жакова был в 1990 году перезахоронен вот на этом месте. Вот примерно такая судьба, такая жизнь, если очень кратко. А здесь я еще хочу ваше внимание обратить на два захоронения. Можно я буду иногда вставлять, но не... Пожалуйста, пожалуйста. Я просто хочу подчеркнуть, что это вообще единственное... Правильно. А? Правильно. Нет. Целый день, целый день. Целый день. Единственное перезахоронение на этом кладбище. Вот. Потому что действительно, я в свое время даже пытался помочь Демину найти могилу Жакова на Преображенском кладбище. Я рижанин, поэтому достаточно хорошо знаю эти места. И действительно, та часть, где был похоронен Жаков, она вообще сейчас сохранилась еще как кладбище. А три четверти, Майя Ивановна правильно сказала, они превращены сейчас в сад, то есть захоронения стоят. Ну, в Латвии другая система, там нет оградок по-европейски, там нет вот этих самых заборов, памятники стоят просто на лужайке. И, честно говоря, мы тогда сразу не нашли захоронения Жакова. Он действительно захоронен в старообрядческой части кладбища. Потому что в Риге одна из крупнейших старообрядческих общин Российской империи была, Кребе-Черковской общине. Они просто так кладбище и не имели. Так что вот теперь вот он в родной земле. Извините, Майя Ивановна. Не-не, ну, ученик, конечно. Вы уже в этом вопросе опытный человек, я в смысле экскурсия. Я очень кратко всегда студентам расскажу. А здесь я еще ваше внимание хотела на два захоронения обратить. Вот здесь похоронен Геннадий Александрович Федоров, народный писатель республики Коми, Коми-Ассер. И это был очень плодовитый писатель. Первое свои произведения он написал еще в 1928 году. И остались, ну, я не знаю, сегодня эти работы его, конечно, не популярны, когда наступает развед о героине гражданской военной думы Николиковой. Но мне представляется, что наиболее ценные его книги, они связаны с творчеством Ивана Алексеевича Куратова. И вот любопытно, что Геннадий Александрович Федоров последние годы жизни жил в Киргизии, во Фронзе более 10 лет. И сюда тоже наезжал. И вот вторая книга этой трилогии называется «Вдали от родины». И, конечно, Геннадий Александрович ностальгировал по своей родине. И очень хорошо в этой ситуации понимал Иван Алексеевич Куратова, который умер, как вы знаете, в 1875 году, а напомню, родился в 1839 году, на чужбине. Умер в городе Верном, сейчас это город Алма-Ате. И вот, между прочим, в Алма-Ате еще сохранилась улица имени Ивана Алексеевича Куратова, а вот места захоронения уже отсутствует. И, конечно, наверное, было бы правильным когда-нибудь какой-нибудь кусочек земли сюда перетащить, перевезти и тоже установить какой-нибудь памятный знак. Конечно, в нашем городе и есть памятники Ивана Алексеевича Куратова, великолепный памятник того же скульптора Мамченко Владислава Никоноровича возле театра оперы и балета, возле педагогического колледжа есть памятник Куратова. Улица Куратова появилась в нашем городе в 1934 году во многом благодаря первооткрывателю его творчества Алексея Семеновича Сидорова, который в те годы был депутатом городского совета. Но вот как-то, я не знаю, мне вот хочется, чтобы вот на кладбище вот было место, куда можно было бы подойти, совсем как бы интимно. Вот здесь городская скульптура, городской памятник – это что-то такое величественное, торжественное. А здесь вот более-таки, может быть, тесное взаимоотношение происходит вот с теми, как бы, нашими деятелями, которые покоронены в земле и так далее. И вторая, конечно, очень яркая личность – это Яков Сергеевич Перепелица. Обратите внимание, что внизу этого памятника находится маска, маска Ягморта. И, конечно, Якова Перепелица – автор множества замечательных, красивых песен. У нас вчера на Таляпинском вечере как раз Алексей Юрковский пел одну из песен Якова Сергеевича Перепелица. Но больше всего Яков Сергеевич, конечно, прославился балетом Ягморт, который был поставлен в 1961 году на сцене нашего музыкального театра. Напомню, музыкальный театр был основан в 1958 году. И с тех пор этот балет ведь не сходит со сцены театра оперы. Балет прошло уже сколько, и сколько замечательных других балетов создано. Правда, национальных-то практически нет. Но, тем не менее, тем не менее, этот балет и сегодня современен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова